Часто в нашей работе мы встречаемся с участками, на которых есть проблемы с водой. Участки заболоченные или тип грунта неподходящий. На этих участках строительные фирмы или сами владельцы делают дренаж. И иногда он сделан настолько неправильно, что вместо того, чтобы помогать, этот дренаж только усугубляет всю ситуацию. Ну и, конечно, часто мы встречаем такие участки, где дренаж вообще не нужен, но при этом в землю закопаны сотни тысяч рублей и даже миллионы. Я сегодня собрал топ ошибок по дренажу. С вами Виталий, главный инженер компании «Землячист». Сразу проясню. Наш топ ошибок опирается не только на нашем многолетнем опыте работы, но и на настоящих нормативных документах. Есть СП-104. В этом СП рассказывается, как защитить участок от воды. Есть СП-250. Он рассказывает, как защитить подземные сооружения от воды. Вкратце мы сейчас не будем даваться в эти документы. Их там очень много страниц. Но расскажу следующее. Защищая подземный объект от воды, по сути, здесь действует простое правило. Спасение утопающего – это дело рук самого утопающего. И первая степень защиты, согласно этому документу, это сама железобетонная конструкция. Она должна быть водонепроницаемой и сделана хорошо. Вторая степень защиты – это гидроизоляция этого подземного сооружения. А вот дренаж является лишь, скажем так, вспомогательным, специальным мероприятием для защиты. И один только дренаж проблем не решит. Проблему всегда надо решать комплексно. Ну что же, вы понимаете, что мы не просто так взялись за эту тему. А теперь возьмемся за ошибки. Погнали! Очень распространенная ошибка. Вы выбрали себе участочек, знаете, как вы его расчистите и поставите на нем дом. Приобретаете в строительной компании проект дома и видите там отличное стандартное решение. Кольцевой дренаж, он уже заложен. И вот это повод насторожиться. На каком основании был посчитан этот дренаж? Нужен он или не нужен на данном участке? Откуда были собраны данные? Сделали гидрогеологию или нет? По косвенным признакам на участке определяли обводненность его. Или нет? Возможно, вы вообще закапываете деньги в землю. Или тот дренаж, который вам запроектировали, он неправильный. Приведу вот такой неприятный пример. Делаю так называемый кольцевой дренаж. Это, кстати, не является каким-то специальным типом дренажа. Это всего лишь его название в плане. Он может быть там самым разным. Так вот, делают кольцевой дренаж вокруг дома. И, например, забывают сделать точку сброса. То есть вот просто дренаж и все. Или же этот дренаж слишком притопляют. Вскрывают водоносный горизонт, который был запечатан специальным земляным слоем. И этот дренаж, вместо того, чтобы снять какую-то водяную нагрузку, он резко обводняет зону фундамента. И сокращает срок службы этого фундамента. Довольно часто неприятная ошибка. Ну и раз уж мы заговорили о полностью стандартных решениях, то я вынужден отрезать сразу. Их нет. Стандартные решения, они должны учитывать условия объектов защиты, то есть что мы защищаем. И тех вводных условий, которые у нас есть. И вот здесь следующая ошибка. Сделать так, как у соседа. Дренажная система целиком не может быть скопирована с одного на другой участок. Разные геологические ситуации могут быть там, под землей. Разные объекты. У соседа фундамент на сваях, а у вас будет мелкая заглубленная лента, например. У соседа дорожки щебенка, армированная пластиковая решетка. А у вас будут бетонные, капитальные. И поэтому одинаковые дренажные системы не справятся с этой задачей. Обязательно нужно учитывать вводные данные. И то, что именно мы собираемся защищать нашим дренажом. Например, наши инженеры, когда недостаточно данных, они собирают так называемые косвенные признаки. Они смотрят на растения, которые растут на участке, вокруг участка. Если, например, видно, что где-то пробивается осока, виднеется вдалеке камыш, березы, ольха растут, хорошо себя чувствуют, то это уже косвенные признаки обводненности этого участка, даже если в данную секунду под ногами не хлюпает. А также ребята смотрят на состояние фундаментов и строений соседей. Где какой порвало, где не порвало. Это тоже косвенные признаки для опытного, так сказать, взгляда. Но они называются косвенные признаки, так как не дают стопроцентной гарантии. Даже если заглянуть в питьевой колодец, например, или в еще какой-то колодец, то это будет неполная информация. Поэтому здесь я дам хороший личный совет. Если у вас планируется комплексное благоустройство и настоящее строительство большого дома, то есть собираетесь вкладывать миллионы и миллионы рублей в участок и дом, то потратьте примерно 50 тысяч на настоящую геологию. Тогда у вас будет полная информация о том, что находится у вас под землей. Какой сделать фундамент, какие сделать дренажные мероприятия. Следующая, наверное, моя любимая ошибка – это отсутствие точки сброса или неправильное ее инженерное сопровождение. Выше указаны с НИПы. Да и наш опыт подсказывает, что любая дренажная система должна быть самотечной. И в первую очередь ее нужно делать самотечной, без всяких там различных приемных колодцев, насосов и прочего. И вот только если не удается это сделать по перепаду высот, вот тогда нужно делать колодцы. Вы знаете, зачастую у многих стандартных решений нет никакого сброса. Ни самотечного, ни через насос. Природу не обмануть. В воде все равно нужно куда-то деться. Поэтому хорошая канава рядом с участком или хорошую уклон, куда это можно, так сказать, направить – это залог здорового настоящего участка. Если вы часто смотрите наши выпуски, а вы ведь часто смотрите наши выпуски, то, конечно, скажете, что я повторяюсь уже в 100-500 первый раз. А я не устану повторять одну и ту же ошибку. Нельзя путать ливневую канализацию и дренаж. Даже большое количество так называемых строительных спецов не отличают одну систему от другой и очень часто врезают одну трубу в другую, в другую, в третью, делают такую мешанину. Вроде бы сэкономили, вроде бы сами себя перемудрили. Но здесь как бы следует рассказать главное отличие. Ливневка. Она собирает воду с поверхностей, ливневая канализация, с крыши, с мощений, с различных парковок, дорожек. И быстро, мгновенно отводит ее за участок. Дренаж – это защитное мероприятие, которое по принципу инфильтрации, по принципу впитывания защищает грунт, растения и все подземные сооружения. Ну, давайте представим, что наш горе-мастер решил сэкономить. Он, значит, с крыши сделал опуск ливневой канализации, потом, ну, чтобы лишнюю трубу не тащить, врезал все это дело в дренаж, пустил перфорированную трубу прямо под фундаментом. Ну, и потом где-то как-то еще это дело врезал еще куда-нибудь. Неважно. Смысл в чем? На нашу кровлю резко начинает ливень сливать воду. Там несколько кубометров воды в час приходит. Эта вода опускается и попадает в дренаж, находящийся возле здания. Дренаж, он работает в обе стороны, и вместо того, чтобы осушать, защищать наше основание, он вдруг начинает его еще сильнее обводнять. И получается, медвежью услугу он работает наоборот. А теперь представим, что это происходит в Московской области, где-нибудь в конце осени, начале зимы. И все это дело еще и замерзает. И вместо того, чтобы помочь, данный дренаж очень сильно, скажем так, испортил ситуацию. Все это замерзло, началось морозное пучение, и фундамент начало ломать. Единственное, где я бы допустил, так скажем, объединение этих двух систем, это уже в точке сброса, например, в приемном колодце. Вот там, в принципе, ливневка и дренаж могут встретиться, и ущерба это объединение это не нанесет, это скорее будет экономически выгодно. Следующая ошибка – это отсутствие зеленой корректировки дренажа. Классное название, да? А сейчас я буду раскрывать вам наши маленькие секреты. Смотрите, особенно это касается комплексного благоустройства, это касается объектов, которые возводятся с нуля и под ключ, вот когда еще вот чистое поле, и проектируется, собственно, все благоустройство, как делают наши инженеры и проектировщики. Инженер выполняет схему дренажа, а в это время дендролог выполняет дендроплан. И вот они, значит, за чашечкой чая встречаются вместе, и на план дренажа накладывается дендроплан. И смотрим, какие ветки дренажа пересекаются с посадками, пересекаются с крупномерами, чтобы не допустить вот ту ошибку, когда дренаж вдруг оказывается под какой-нибудь сосной или елкой и начинает ее жутко пересушивать, приходится с поливом там играть, еще что-то делать, а иной раз вообще уже сделать ничего нельзя. Под цветниками отказывается это, под кустами. Поэтому обязательно нужно выполнять зеленую корректировку дренажа. Кстати, не только дренажа, но и всех остальных инженерных систем. И ливневки, и кабелей, и, возможно, всего остального инженерного, что будет закопано. Накладывайте это на дендроплан участка. Следующая ошибка заключается скорее в заблуждении о том, что дренаж – это панацея от всех проблем. Помним, дренаж – это лишь часть комплексной защиты. Например, обводненные участки там, где УГВ, уровень грунтовых вод, слишком высоко, одним дренажом как бы можно ничего не сделать. Он будет там, где-то ниже, скажем так, УГВ, а вы будете насосами постоянно качать эту воду, просто килотоннами какими-то. И ни к чему хорошему, кроме нормального счета из электричества, это не приведет. Например, есть комплексные меры. Сначала выполняется отсыпка участка там, в зависимости от ситуации, на 30, на 50 сантиметров, и на метр даже. И вот уже после отсыпки выполняется дренаж, и вот две такие меры, они, скажем так, имеют тогда результат. Или не забываем про мои любимые, в кавычках, участки на торфяниках, там, где сначала приходится произвести замену грунта, а потом уже выполнять всю инженерку, да и, в общем-то, строительство домов. Не забываем, что дренажи не должны попадать в пятна застройки. Потом мы изначально такие намахали дренажей на всем участке, а потом вспомнили, что у нас здесь будет стоять дом, или там баня, или хозблок. И нам придется тогда разбирать эту ветку дренажа, придумывать, как там под землей делать обход вот этой самой воде. Ну и как бы сами себе создадим проблему. Об этом не забываем. Дренаж не панацея. Смотрим на два шага вперед. А если я вам уже порядком поднадоел, ставьте лайки. Шутка. Завершаем нашу череду ошибок. И, наверное, в самом конце назовем эту ошибку «Делаем на глаз». Ребята, нормы и правила сделали не для того, чтобы их нарушать. И наши инженеры, когда выезжают на участки, когда знакомятся с ситуацией над землей и под землей, они руководствуются этими нормами и правилами. Там содержатся определенные разрезы, определенные методики расчета. Какой диаметр трубы нужно применить и на какой глубине. Какая должна быть кольцевая жесткость этой трубы. Какого размера должна быть в сечении та же самая дрена. Это все рассчитывается и делается это, честно говоря, не на глаз. Или, например, самая страшная патовая ситуация – нет точки сброса. Но грунты, например, оказывается, позволяют устроить поле инфильтрации. Вот просто так на глаз поле инфильтрации сделать практически невозможно. Нужны определенные геологические исследования. И нужны такие серьезные, хорошие расчеты. Тем не менее, из патовой ситуации, когда воду некуда деть, но грунт, оказывается, это позволяет сделать, можно выйти при помощи вот как раз-таки настоящей инженерной науки. Люди не зря уже сотни и сотни лет строят и записывают, как это правильно сделать. Я думаю, что к мнению этих тысяч, миллионов людей надо прислушаться. И, повторюсь еще раз, не делать абы как на глаз. А чтобы вам не пришлось снабжать всю семью и гостей участка, резиновыми сапогами и калошами после того, как прошло пару дождей, обращайтесь в компанию «Землячист». Мы выполним работы качественно и в срок. Сделаем все очень красиво. Наши контакты в описании. С вами был главный инженер Виталий. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова